Вон она вся серая, когда горела, вот она куда выплавилась вся. Так она плавится, она горит, ее не потушить так токло. Ты не ходи. Пока не горит, но тут достаточно, чтобы так задымило. Вот вся территория тогда за полимерами. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Обидно, что разговор был вчера с собственником, очень жесткий разговор, неприятный в том числе и для нее, но тем не менее по факту мы видим, что не до конца все сделано. И поэтому будем опросить экологического комитета, отдел Палининградской области довести до конца начатое мероприятие по суду. Суд, она проиграла, как, значит, лицо, которое должно все привести в соответствие, в порядок. Я не вижу, что пока порядок. Будем добиваться полностью уборки всей территории, не только внутри Ангана, но и вокруг этого Англера. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего организованного. Сбываются мечты? Какая? А, сбываются, конечно. При 20 лет мы ждем, это мечту. А кто смотрит за качеством? Вообще, давайте начнем, кто делает, кто делает. Так, а остальное, что проблемное? Ну, проблемное, что у нас полы, да, Любая? Ну, по-моему. И у нас отход, ты представляешь, Мария Васильевна. Сейчас посмотрели, где окна, да, где сделаны, пожалуйста. Борис, вот сразу бросается и стены, и полы. Да, и полы. В таком состоянии, конечно. Отдел капитального строительства района. Нет, кто-то приезжал, вот так, чтобы проверить, посмотреть. Начали. Нет, кто-то приезжал, кто-то приезжал, тут в квадрат этот начальник. Нет. Отдай мне. Это квадрат, это непонятно. Дорогие, подуши, накрашиваю администрацию вас. От администрации я не знаю, только с Дичковским Юрием Викторовичем, соответственно, каждый день он приезжает, мы с ним отходим, то есть по качеству, так скажем, который я обещал, я обеспечиваю. Так не будет точно? О, там? Нет, они идут. Да вы что? Какая-то такая, там, зайдет. Какая-то водная дома. Нет, это место. Я не знаю, что я не знаю. Сейчас, сейчас краску. А что было, там, полно. Все, что готовим, еще мало того, что шкурим, чтобы потом уже было... Ну, красить не будете? Нет, у нас так сметие, это не оговорено. Ну, ладно, я понял одно, что на текущий ремонт надо посмотреть, деньги... Все, давайте, занимайтесь, чтобы все получилось, подготовка, чтобы наложить. Все, удачи! Второй год Екатерина Алексеевна, он меня просит где-то доски достать, и у них тут местный плотник что-то пытается... Сделать сами, да? Конечно, вот нужно было, мне кажется, что-то такое. Вот этот городок, давний-давний снег, там еще было колесами, что-то трассу заставили брать, а лето... Это у вас вообще? Да, вообще. А вообще 40 летов? Сейчас покажу вам. Ну, у нас сейчас прямо сейчас 100 штука, кто-то ушел, кто-то пришел. А вообще 100 детей будет. 1 сентября, 100 детей будут, к нам все идут. Сколько платят? Ну, сколько, по-моему, года лет 5 назад. За два раза давали мы депутатские деньги, 2006 года. Миндок на тех, кто давал я деньги. Да. Хорошо сделали? Хорошо сделали, так, правильно, нету жалоб. Ну, вот у нас половина садика как бы сохнула, половина... Вроде бы сейчас сделали, да, поезд. А больше вы не просили на что? Мы чего-то так поскорничали, попросили там на мультимедийном технику, вот эти 20 тысяч, что-то нам должны сейчас прийти. Ну, мы еще попросим. Хорошо в саду? Да. Хорошо. Молодцы. Это на яблоке есть. Ну, давайте. Детки, вы девало мы хотели, да? Да. Вот это надо заменить, это же надо катать. Здесь сидит. К нам приходит. То есть она их, то есть он балладует. Телектурная, хорошая, это все, привет. Да, да. Вот тебе и пиво. Кто хочет чай, холодно? Холодно. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, девочки. С вами у меня здесь? Да, проходите. Здесь, здесь. Жалобные, девочки, полагают. Неожиданно. Здравствуйте. Здравствуйте. Стали областными, уже не встречая кризис. Красавица. Как дела? Здравствуйте. Как финансирование из области? Не поняла я. Вот на халке. Мы думали, жаловаться начнут, а они говорят, прекрасно. Ну и хорошо, тогда мы и пойдем. Что делать? Начинать уже 11 лет уже сами. Через 3-5 человек только, а 35 наши. Вот, если она будет нарушать, звони мне. Хорошо. Куда оттавится? Наши, первую очередь. Программу пенсионки. Ну, а деньги оставляют вам? Как раньше? Нет. Все туда? Проживающим отдают. Нет, нет, возвращают, на питание. Нет, все отдаются сюда. Ну, хорошо. Мы нашли уже. По территориям делали такое. Что в своих предприятиях. Ну, ладно, дай бог, хорошо, да? В принципе, ну что, хуже не стало, лучше стало. Ну, работать как не было. Лиф нормально работает? Лиф нормально работает? Маги, маги, маги. Да, хорошо. Оформлено. Только на этой. Это, видимо, смысленности для переживающих. Очень медленно. Очень медленно. Все, медленно. Спасибо. Дальше в руки. Ольга, пусть выздоравливает, а на нем отпуске, пусть от прибавляла. Нет. Вот это и проблема. Все. Меньше курить. Меньше курить. Ну и слава богу, давайте, до свидания. Отлично. Слава Богу, Мария Борисовна, Маша. А здесь вот проблема. Кто, он лучше это за территорию, сейчас. Убираюсь, для ленинки. Да. Отошло к крыльцу. 20 лет, говорим. Или вы его, значит, приведите в порядок, или оно кого-то накроет потом. Никто так ни крыла и не делает. Ну, там, в большинстве, можно дойти, она, наверное, открытая аналитика. Ну, наверное. То есть к амбулатории с последнего 2003 года никто не сомневался. Вот я не знаю, Александрогорская амбулатория, Тенгисепская, РТМО. РТМО закончила свою жизнь в 2002 году. Старейший медик района, привет. Ну, это окна не везде. О, видишь? А, как запустили, так... Слушайте, какие у вас карпусы красивые. Смотри, посмотри. Что? Изобразие? Вот, 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 вот. Перестань, перестань. Перестань, перестань. 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 Какая у нас? Вы же, Александр? Да. Как у них расселение? Я детства. Для детства. Это наш город. Понятно. Борисовна, сколько у нас год, наверное? Нет, еще нет, только... Полтора. Это я, Judah. Полтора. Местная? Нет, не местная, Александр Ильич, живет в квартире, которую мы должны отобрать в муниципальную собственность. Но надо отобрать и давать ей квартиру. Мы туда ее заселили, она живет, но без всяких. Вы замерзли? С ребенком заберемся. Понятно. Значит, надо отобрать и отдавать ей квартиру. Ладно, мы с вами начнем, мы едем через неделю. Вообще 48 по списку. В зимний период? Да, в зимний период. Вот написано, ну вот, кто-то не видит. Да ладно, мы это не будем. Да и сколько давали, ты что? Он ремонт идет, видишь? Что делаете? Так, ну а сейчас сколько посещает? Виноватик? На 10 меньше. 30 и 30, 80. Да, насыщенно 18 человек. Дальше 8 даже было, а сейчас рождается повысилось. 18 человек. Как же переводили детей? В садике всего 18 человек? Нет, я всегда группировала 18 человек. А всего сколько? А всего 48 пока. И зимой? Или зимой больше? Да, но у нас только 3 группы, 2 садиковских. А на сколько расшит он садик? На 150 человек. На 150 человек. Не на 150, на 140, наверное. Правильно, больше 140? Да, там 140 были они. Ну и с проблем-то... Основная проблема – это видеонаблюдение. У вас нет видеонаблюдения. И вот с этим проблема. Проблемы садика такие. Замена всех рам, замена дверей. Это всех, это проблема. Затем покрытие полов. В музыкальном зале, да, конечно, полы. И затем ремонт инженерных коммуникаций. Нет, ну давайте определимся вот так. На следующий год, допустим, давайте ОКН, да? Ну, по замену ОКН 210 тысяч выделили. Уже вам выделили. Да, на одну группу ориентир. А так у нас еще... Депутатские деньги... Нет, я понимаю, понимаю. А почему? Вот что вот еще садик? А куда же депутатские выделили? Что еще сад получит по этим деньгам? Только окна? Да, да. Вы все? Окна и две двери. Это уже надо... Не знаю, это уже конкурс появились. И записать, допустим, если одна группа 210, то надо еще 420 тысяч рублей. Так? Ну, чтобы закрыть, бегу. Ты еще бегу. Примерно так. Не, ну вот. Давайте я тоже выскажу. Я считаю, что окна здесь еще они... Посмотрите. Я бы, если... Если дело... Да я там... Подожди, подожди, подожди. Я же тебя не переговорил. Ну, да, да. Если вы говорите, что там инженерия хреновая, давайте сделаем инженерию. Окна еще вот потерпим. Вот это... Окна могут как раз спонсоры еще помогать. Да, я записал инженерии или... Нет, но мы записали. Еще раз, я еще раз повторяюсь. Вот это детский сад, чтобы он был нормальный, нужно требовать, требуется замена окон, замена дверей, напольное покрытие. Все это требуется. Надо закончить вот по водопроводам полностью закончить и с окнами и дверями. Если мы это сделаем, вообще будет здорово. Ну, оборудование. Вот оборудование сейчас пока старое, но деньги тоже выделены на оборудование. 105 тысяч. Из пока? 105 тысяч. Ну, это, ну, хватит. Немножко. По месту мы уже мясорубку купили. Нет, спасибо, я пойду. Мясорубку уже купили. Очень хорошие. Нравится площадка? Хорошая? Нравится, да? Да, хорошая. Что, мечты сбываются? Нет, не говори правду. Я думаю, что там, наверное, не закрыто. Вот скажите, пожалуйста, такая высота на такой высоте входит. И представляете, окна вот так. Вот она. Так, ребята, давай я скажу, тут такой проект выбирали. Тупой, просто тупой. Нет, тупой он старый. Да, да. И месток мало, в кабинете. Да, конечно. Ни в лаборатории, ни в физиокабинете нет. Ну, как идет по титулу фар, да? Нет, ну, а кто тогда делал, это? Кто? Что? Здесь изыскание. Что, нельзя было посмотреть, что здесь плывут? Гешеля пообещал 30 июня сдавать, а сейчас какой? Нет, и они все говорят, что все полное финансирование. Я сюда как не приезжала. Они сидят без работы, понимаете? У них никогда не... Это за чьи деньги строятся вообще? За областные деньги. За областные деньги. Технадзорит кто? Аркадьяхович, Технадзорит кто здесь от района? Да, вот я помню, что он разделял. От района сына. А наши, наши, этот, как его, молодой, этот, шустрый парень, Неправильно был установлен уровень грунтовых вод. Изменили, изменили, подняли. Вы, пожалуйста, подскажите отчество Борису. Здравствуйте. Михалыч. Борис Михалыч. Здравствуйте. Мирский. Очень приятно. Проходите, ключи есть. Вот скажите по-честному, как у вас финансирование? Расскажи, да. Как вы говорите нам, что денег нет? Галина Борисовна, вы меня в такое положение ставите, как будто это вы не знаете. Александр Игоревич, надо говорить правду. Были бы деньги, были бы люди, была бы работа. А зачем? А там моя фамилия. А зачем? А я говорю, я только подпишусь за то, что я вас тут видела, и все. Вот на таком этапе будет. Вот это два месяца, ведь так, Борис Михалыч? Нет, это хороший уже. Но просто два месяца уже ничего не делается. В принципе, завершается. Но вот-вот-вот-вот. Как говорится? Да, честно. По-честному все, Борис Михалыч, говорили. Мы надо дверь за дверь, честно. Как это время, хорошо. Ну, я понимаю, все. По финансированию последние. У меня есть варианты. Последний этап, прошли три недели. Вот сегодня должны вечером провести людей там и заканчивать фасад. Ну вот так. Смирновку с меня призвали. Этот вопрос, я говорю, Марин Мой, это что-то я не говорю. Говорят, вам можно сделать буквально. Финансирование, естественно, материал не можно доказать и так далее. Аликсандр Ильич, это рабочие? Где, Павел? Пробег. Ну, посмотри, как линолем поселен, блядь, посмотри. Да, да. Так я тебе для села сойдет. А где что? В одном уровне. А это прямикам, мне так называют. Ну, я знаю, но в одном уровне. А здесь порожек еще будем, наверное. А зачем его делать порожек? Ну, вторая, а не одинаковая. Шикарные квартиры. Шикарные. Аркадий Яковлевич, а у них только кабинет будет. Физиота. Вот здесь вот какой-то какой-то... Отдельно. Нет, одну квартиру под физио. Ну, что это? Ну, а... Нормально же, согласитесь? Что-то так жили в области. Да. Две комнаты, и кожа, и ладно, калетку от двух. Все есть. А ну, видно, все опять гибнет. Попирается. Да мне-то вложили еще. Какого-то... Какого-то... Ну, как на улице? Валь, ну, какие на улице? Шипят, ну, я смотрю. Нам, подожди, куда-то. Насыпай, надо вот. Так, это я знаю. Все, как-то, вернее, достает, пошел по-числи. Да, тут очень далеко. Будем все принимать. Там лагерь. Просто бьет. Получила адресу? Да, получила. Ну, сделай. Верни, Вера Кюльская. Вот, подписи. Вам поближе. Поближе сюда, садитесь. Да, добрый день. Добрый, добрый. Очень спасибо. Ну, спасибо, садитесь. Вы сюда, а я сюда. Сустремлюточник. Я только слышал. Вы мне расскажите, как, как бы, как на самом деле. Что это за безобразие? Сустремлюточник. Я могу слава ответить. Да, конечно, конечно. Я, Кипа, руководитель, посильник, постоянно, значит, вы пишете, что я имею в виду, да. И я хочу сказать, что, ну, конечно, возмущает это то, что когда начали лес рубить, ладно, это самое, это не мое дело, потому что это коллективно, это объем большой, но когда добрались до нашей горы, это четко, где отдыхаем, вот, нашего возраста, и дети, и потом она в экологической форме не подлежит, это самое, все-таки, по такому варварскому отношению. Я пошла. Нет, 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 там никогда разработок вообще не было. Нет, там не были разработки, там было воровство. Не санкционированные карьеры. Это в каком месте? Это венки. Я думаю, что это у залива. С самого начала. Не совсем у залива. Это река, вот, прямо на берегу реки Рассонь, нас отделяет от залива. За лагерьем Рассонь, да? Прямо около лагеря Рассонь. Прямо, вот, лагерь Рассонь. Что будет здесь? Мы ничего не знаем, мы знаем, что здесь будет карьер, вырубят лес, будет карьер, значит, будет добыча песка. Ничего в лесхоби в 50-ти не знают. Значит, для меня срочно Бровщенко, пусть мне призвонит, главный лесничий, и служба пограничников в Сосновом Бару, командиры. Ага, давай. Здесь эти самые... Дело лучшее, вы мне сказали, на этом этапе, они же что, техника какая-то? Нет, сейчас я вам все расскажу, теперь вы меня послушаете. Вот Любовь Васильевна мне все рассказала. Я, уже прошедшая многие всякие испытания, я просто знаю, как бы, порядок всего этого. Я тут же звоню, поскольку это дело касается кадастры земли и геотезии, я звоню в управление Министерства экономики, Росреестр, Ленобласть, Желнин Александр Леонидович. Я ему сбрасываю все документы, пишу СОС с несколькими этими самыми, по факту. Я с собой все привезла, поскольку Любовь мне Васильевна сказала, у меня сейчас офис дома. Все ему сбрасываю, пишу все подробности, потому что мы не можем понять. Пограничники не знают, вызываем, поднимаем весь отряд. Новые зоны нет, это полтора километра. Да нет, все, мы на границе, на-то, ребята, уже там трубу надо с этим самыми звенеть. Он говорит, у нас никаких нет кисем, просьб с требованием въезда на погранзону и хозяйственной деятельности. Была занесена эта гора с уровнем, с высотой этой горы 21 метр. Требуем приостановки всех действий в связи с отсутствием у подрядчика всех документов в соответствии с законодательством и отсутствием экологической экспертизы. В кавычках, ну в скобках, не было оформлено и согласовано технического регламента. Вообще никакого с 60-х годов. Отсутствие права на пользование недрами, отсутствие лицензии. Нет, вот какая-то была выдана лицензия, не позволяет им выполнять, какая-то, да, которая не позволяет им выполнять работы, связанные с геодезической разметкой и уничтожением лесного массива. Мы вчера пошли на гору, потому что мне все звонят, мне до горы было не дойти. Мы вчера вечером с соседкой, потому что я уже боюсь туда ходить. Мы просто боимся, там ходят мужики с топорами. Все, Александр Ильич, неделю, неделю я звоню, я звоню по 10 раз на заставу, мне халят. Говорят, что не могут сейчас выехать. Вот я буду записывать теперь все разговоры, когда я буду куда-то звонить. Поверь, пожалуйста, дай команду посмотреть. По этому карьеру, который вроде как проторгован в правительственном области. Я прошу вас, если возможность есть, подключиться к этому вопросу, потому что это, дело в том, что пограничная зона, я, честно говоря, не понимаю, ни руководство района, никто не знает, ни местная власть, никого не поставили, сама граница, километр от границы какие-то работы ведутся, какой-то карьер, кому-то в голову-то вообще взбрело. Да, вот сейчас звоню, начинаю, с лесниками не согласовывали, с пограничниками не согласовывали, начинается, никто ни с кем не согласовывал, все на русский август. Он сейчас посылает туда лесничество, встретьтесь, пожалуйста. Вот провели торги, по этому карьеру в правительственной области, никого, ничего не проинформировали. Извините, поскольку мы к вам попали, по поводу магазина. Ребята, вот Любовь Васильевна, несколько ветеранов войны, зимой хлеба не купить, летом, вот мы сейчас два дня... А что там случилось с магазином? А просто его закрыли, убрали, да, сейчас сдали документы на узаконимую участку, новый владелец нашел, 19-го, сделайте все. Пожалуйста, потому что, вы знаете... Анна Кюли с этой стороны, Макаров хулиганит и никак не идет навстречу нам. Да, я решу, я сейчас приеду, решите. Пойдет он на все, мы все договорились. Дорогу 3 метра, деду протащить лодку сверху до низа, все. Что сделать? Не переживай, что сделать.